Компания Радострою, Алексей, приветствуем подписчиков. Сейчас у интересных людей на участке Пробрыли скважину, снял я кучу полезного видео, выложу в ближайшее время. Как сделать дренаж септика, если высокий грунтовый вода, вода не уходит, снял. Снял про виноград, интересное видео. И сейчас пригласили в нас дома, так разговаривали с людьми. И в котельной, что хотел рассказать, интересное может быть решение, кому-то пригодится. Это резервное питание, да, получается? Да, резервное, при отключении электричества. Если вдруг вот здесь стоит газовый котел, протерм, сколько киловатт? 35 киловатт. 35 киловатт. И насосная группа, три насоса по 100 ватт, да? Ну да, примерно так. Ну, на каждый этаж получается по насосу. Три контура, да, получается? Да, три контура, да. Но включается, конечно, чаще первый, второй, потому что третий идет тепло наверх, в принципе, третий не часто включается. Вот, и здесь хозяин сам заколхозил, да? Не, ну не то, что там заколхозил. Это все покупное, то есть два аккумулятора, каждый по 12 вольт, сумея не дать 24 вольта. То есть он преобразует уже на 220. Мощность это примерно вот 500-600 ватт. То есть хватает вот на котел где-то, он где-то 200 ватт. Ну и насос на по 100 ватт. Ну, одновременно, конечно, работать не будет, это маленькая вероятность. Ну, там, в принципе, хватает. А про аккумулятор вот эти, расскажи, это тяговые аккумуляторы, я так понимаю, да? Необычные, которые вот в автомобилях стоят? Да, да, вот у них это... В автомобиль на ней дешевле в несколько раз. То есть это вот именно для ИВП. То есть, ну, прям совсем разница, я так... Но химический состав там другой. Я так понял, когда заряжают обычные автомобилевые аккумуляторы, там вредные идет испарение. Да, да, да. Ну, это как бы тут загерметизирован, но, в принципе, его можно, если там что-то обслужить, можем дали. Там, вроде как, вот в них электролит, он не в виде жидкости, а он как-то там растворен. Вот, там, как-то... А как они заряжаются вообще, вот эти аккумуляторы? Что-то ватт. Сами по себе, да? Не, ну, они вот от него, то есть идет вот сам вот этот блок управления. То есть, когда есть электричество, они через него, они питаются. То есть, как работает схема, в двух словах, то есть, у нас есть подключение котла, да, через электричество. Да, вот, котел подключен вот к этой части. КБП. Да, и БПС, да, там плату управления, то есть, он подключен к сети к 220 вольт, и от него вот идет уже на аккумуляторы. То есть, когда есть электричество в доме, они постоянно, как бы, заряжаются. Когда отключается, оно, соответственно, переходит на... Автоматически переходит на аккумуляторы. Везерное питание, да, на аккумуляторы. Так что, вот такая схема, и можно для твердотопольных котлов, я так понимаю, это использовать. В вашем счету, какая разница, да, чем насос загружать? Должно вот... Все, в принципе, должно и так работать. А сколько, насколько хватало у тебя, вот, допустим, электричество включать, на сколько часов хватало у тебя? Ну, вот здесь два аккумулятора по 100 Ач. Да, по 100 Ач каждый, но вот на сутки точно хватало, даже, наверное, побольше. То есть, потом уже электричество включили, и, в принципе, он включился. То есть, я даже его до конца, наверное, не выжил. То есть, может, он еще поработал бы. Ну, вот на сутки точно хватало. А электричество включают, он автоматически сам переключается на сеть, да? Да, он все сам подключается. Насколько тебе обошлось 5 лет назад эту схему там сделать? Ну, вот этот вот самый БП стоил где-то 1015 рублей. И аккумулятор в то время стоили, ну, тоже где-то, наверное, 15. Ну, может, не, может, чуть меньше, может быть, 10, там, 12, вот так вот. То есть, 35 тысяч от стоило до всех этих кипишей, да? Ну, да, да, да. Сейчас, конечно, аккумуляторы дороже. Может, китайские есть какие-нибудь аналоги? Ну, я смотрел, они что-то все в одной цене. То есть, особо вот так вот нет. Я сначала тоже думал, как аккумулятор на автомобильном, говорю, может, дешевле, в этом почитал, что нет, это неправильно. Не подарят, да? Да, да, то, что это как бы не неправильно. Я в свое время читал, что тяга вот эти аккумуляторы, они позволяют глубоко разряжаться. Да, да. Без разрушения этого самого. Ну, да, да. И никак тут постоянно, вот, 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 как постоянно ток в машине-то там нужно именно вот какой-то одномоментный, вот, что-то. А здесь вот именно не такие, то есть, поэтому вот так. В общем, такая вот схемка электроснабжения резервного дома. В принципе, каждый может более-менее самореализовать. Не сложно ведь, да, ее реализовать? Да, нет, в принципе, тут все, схемы, инструкции все есть, подключить, то есть, там, все схемы, как чего подключать, несложно вообще. Аккумулятор тут все, в принципе, достаточно просто. Понятно. Ну, вот, в общем, такая идея, кому надо, пользуйтесь. Вот, так что всем удачи, если что, пишите, звоните, обращайтесь, поможем реализовать. Компания рада строить, всех благ.